Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о смягчении контроля за приезжающими в регион туристами. Так, с 21 июня туристы будут освобождены от двухнедельного карантина. При этом проверка температурного режима и сдача теста на коронавирус сохраняется. Кроме того, прибывающие должны будут уведомлять о том, куда они направляются. По словам Кондратьева, пляжный отдых на курортах региона будет организован по всем требованиям Роспотребнадзора. Он добавил, что особое внимание будет уделено соблюдению дистанции. Если же, несмотря на все меры предосторожности, в каком-либо санатории появится локальная вспышка, будет выявлен больной коронавирусной инфекцией, то этот санаторий станет обсерватором, заявил губернатор. Ростуризм успокоил россиян после рекомендации российским отелям размещать постояльцев преимущественно одноместно или семейно и давать объяснения при заселении незарегистрированных в браке постояльцев в один номер. Как сообщили в службе, у тех, кто вместе приехал отдыхать, во время заселения в отель не будут требовать документы, которые подтверждают брак. 14 июня в Роспотребнадзоре сообщили, что российские отели начнут отчитываться при заселении незарегистрированных в браке клиентов в один номер. Таким образом, отели и гостиницы должны будут доказывать, что их клиенты состоят в семейных отношениях. Позднее служба разъяснила пункт в своих рекомендациях. Речь идет об указании не заселять в номер людей, не контактирующих друг с другом в обычной жизни, чтобы избежать дополнительных рисков инфицирования при тесном контакте. Албания открыла безвизовый въезд, в том числе и для туристов из России. Въезжать в страну можно будет на срок до 90 дней. Таким образом, с 10 июня по 30 ноября 2020 года всем гражданам Российской Федерации и Республики Беларусь разрешен безвизовый въезд для туристических поездок, говорится в официальном документе. При этом отметим, выезд из России с туристическими целями пока закрыт. И в Крыму приплывающий к берегу дельфин подружился с псом. Видео необычной прогулки опубликовала в инстаграм хозяйка собаки. На кадрах видно, как овчарка подбежала к дельфину, который плечется на побережье и лизнула его. Собака долго не замечала его, а потом увидела, заинтересовалась и залезла в воду, хотя обычно никогда этого не делает. А дельфины потом еще долго ловили рыбу в море. Хозяйка собаки отмечает, что во время съемок видео никто не пострадал, а дельфин не выбрасывался на берег, а просто охотился за хамсой.